Причаливает к берегу и сообщает нашему комиссару-коменданту – останешься с ними, потому что поселок нужен. Кому нужен? Зачем? Что за поселок? Ничего не объяснили, ничего не понятно. Большевики попрекают друг друга, кто больше людей загубил. Ну, а за сбежавших Ваня Игнатов не отвечает. Остаешься комендантом, говорит ему Мадянов, время наконечно, посидишь с ними, поохраняешь недельку, пока я новую партию привезу и коменданта. На кой черт он его там оставляет, ты вот можешь понять, нет? Это да, но меня, вот возвращаясь к вопросу рабства, вот я с тобой ехал под твоим командованием на поезде, и за время следования умерли четверо моих детей и моя жена. Я вот железно уверен, что все это произошло по твоей вине. Это ты не обеспечил регулярную кормежку и медицинскую помощь. Совершенно справедливо. Будешь ждать момента. Давай, сходи. Сходи на берег, да. Сходи. У меня вот тут гвоздь там какой-нибудь, сотка заточенная, костыль железнодорожный. Еще что-нибудь где-то я палкой в ухо там в конце концов. Просто задушу, блин. В первую же ночь мы тебя убьем. Ну, ладно бы их двое было. Хотя бы спать по очереди. И то ты не справишься с 30 человеками, ты не справишься. Зачем ты его оставил? Чтобы его там убили, но, оказывается, его не убивают. Это вот нового коменданта привезет и тоже, по всей видимости, одного. Тем временем сгружают на берег соль, спички, снасти, все, что могу. Ну, хоть как-то подготовились. Там мука, крупа, пилы, топоры, патроны. Про патроны. Хватит и на зверье, и на твоих хануриков, если слушаться не будут. Понимаешь, за непослушание, оказывается, можно всех расстреливать. Нахер вы их везли, объясните. Чего вы их не расстреляли в Казани? Ну, что за бред, блин. Ну, и четверть там такую, и бухла тебе, чтобы не грустил по вечерам. Это вообще прекрасно. Кстати, вы прилюдно. Он и так-то пьяный, т.е. он его, выловив из воды, напоил его там в говно просто этого большевика нашего. И еще с собой. А катер отходит. Настя, большевичка, остается на катере с модельной стрижкой. Смотрит на него иронически. Тот начинает метаться. Она уже уплыла с Мадяновым по фамилии Кузнец. Этот там... Глиф это поширше. Да. Бегает по воде, там что-то верещит, елы-палы. Пьяный. В дыме. Ну, авторитет перед, так сказать, контингентом демонстрирует. Поутихли. Сыльные переселенцы посмотрели, значит, на то, что осталось. Тут уголовник наш, этот любимец, хватается за топор и начинает орать – это моя крупа. Ой, господи, ну вот люди полгода ехали. Вот если вы хоть что-то в людях понимаете, то, в общем-то, они уже там поделились на группки по нации. Ну, вот здесь мы, например, говорим по-татарски, тут по-русски, здесь по-украински. Тут вот мы побились по землячествам. Может, я татарин, но русские тоже из Казани там вообще друг друга лучше понимаем. Вот у нас одна, так сказать, группка там… И внутри этих группок выделяются граждане авторитетные, которые соображают в том, что происходит, которые имеют активную позицию, могут решать какие-то вопросы, могут договариваться, могут что-то раздобыть, кому-то помочь, кого-то придушить, наказать, оградить от нападок, еще чего-то. Ничего этого нет. Почему нет? А потому что сценарий писал интеллигент, который вообще ничего в людях не понимает, абсолютно ничего в людях не понимает. То есть, никаких шаек тут нет, и, значит, уголовник, схватившись за топор, и начинается безобразная драка. Там все переворачивают. Хлеб летит в воду, крупу там хватая, мешки рассыпают на камни. Это люди голодные, которые… Еда, еда, от которой зависит наша жизнь, сразу будет взята под контроль, вне зависимости, есть там большевик, нет большевика, блин, все под контроль, здесь бабы, которых надо кормить, они слабосильные, привет всем феминисткам, о них надо заботиться, о себе надо заботиться. Больные, слабые, идиоты, над которыми стоят крепкие люди и которые всем процессом руководят. И какой-то дебил вот так, чтобы набросился. Я еще замечу, что там сплошняком толковые хозяйственники, у которых руки по ночам не разжимаются. И на кулаке. Да, и на кулаке спят. Вот такие они, понимаешь, хозяйственники, что как крысы начинают бросаться на эти мешки и все вообще разбрасывать. Ну, бред. Вот в каждом кадре бред. Ну, а в это время Зулейка, бабочка там к ней на палец куда-то села, а на бабочку, понимаешь, там чисто гюльчатай с черепашкой. Такая она романтическая натура, да. Что делает наш большевик? Возможно, большевик назначил старших, как это принято в военной среде. Вот ты будешь старшим. Тебя назначают. А значит, спрашивать будут с тебя. Нет, ничего подобного. Нет. Подается команда разводить костры, строить шалаши. Никакой, повторяю, персональной ответственности ни с кого. Стадо, а во главе условно Стадо точно такой же представитель. Стадо, который вообще не понимает ничего делать, никак делать. У меня вот лично такое чувство, что он в армии никогда не был вообще. И не понимает ни с чем он имеет дело, ни с кем имеет дело. Стадо на выпасе. Каждый, кто это, кто в лес, кто по дрова. Кстати, еще возвращаясь обратно, они же все верующие. Вот татары, только прибыв в мечеть, сразу встали на молитву, как положено нормальным мусульманам. Ну, я тебе миллион раз показывал, что любой мусульманин перед началом любого дела абсолютно надо сказать специальную мантру. Не помню, как правильно называется. Какой-то это дау или как его там. И после этого, только после этого мы приступаем к работе, к еде, к учебе, еще чего-то там, если ты так... Ты не мусульманин, если ты так не делаешь. Мне это первый раз бросалось, когда в автобусе едешь мимо кладбища, и все дружно. Раз. Всегда. Четыре раза надо молиться, да? Пять. Это не вопрос молитвы. Это любое дело начинается с этого. У нормального мусульманина я ни разу такого не увидел. И ты понимаешь, большевики-то за это тебя не карают. В общем, вера – это твое личное дело. Можешь... Молиться-то не запрещают? Нет. Ну, и это делать никто не запрещает. Я повторяю. Все это наблюдал в Советском Союзе. И это вызывает только уважение. А если ты так не делаешь, то это вызывает неуважение. А чего ты? Вы вот увидев, я не знаю, там церковь, креститесь? Нет. Обычно у нас, ты знаешь, зеваешь, рот перекрестить надо, бесы могут запрыгнуть. Так и у них то же самое. Но тут ни разу не видно. Вот ни разу не видно. Как это так? А чего вы вообще понимаете-то в этих самых татарских парнях и женщинах, в их образе жизни, в их образе мыслей? Вы вообще что-нибудь понимаете? Если вы даже самого примитивного не видите – ни хера не понимаем. Мы проецируем на экран свои фантазии. Ну, в общем, это скотская драка, в которой участвуют верующие, неверующие, татары, русские, не пойми кто – уголовники, нормальные люди. Но тут прибегает пьяный большевик с наганом или что у него там – какой-то леварверт. Да. И эту контрреволюцию прекращает путем пальбы. Вот. Тут не ясно. А чего это ты такой дерзкий тут прибежал? Зачем вы его слушаетесь? Возьмите палки. Палки надо сразу взять, как только вы высадились. Наиболее толковые палки бы уже подыскали и держали под рукой. Те, которые покрепче, посообразительнее. Те, кто стоят во голове этих небольших шаек. Ну, он один. Тебе кажется, что ты с пистолетом такой дерзкий? Но это только в мечтах малолетних дебилов. Короткоствол решает все вопросы. Пока на тебя будут спереди напрыгивать, тебе палкой дадут по башке сзади. Это прием, исполняемый ровно за полторы секунды. Или быстрее даже. И все. Вот ты уже допрыгался, я вижу. Все хорошо у тебя. Лежишь с проломленной башкой. А леверверт уже наш. Но нет. Мужики с топорами. Уже топоры выгрузили. Бросьте в него топор. Два. Три. Один, может, попадет. Ну, в смысле, воткнется. А даже если обухом попадет, то это быстро отобьет охоту вообще там махать пистолетом. Да. Ну, что мешает зарубить его, вот этого представителя ненавистного большевизма? Что мешает? Но поскольку это писали девочки, то мы боимся. Мы вот себя как бессловесные скоты ведем. Там только гавкнул. И все поникли сразу. Ну, как девочки обычно делают. Все поникли. Вот для девочки вот все эти несчастные, они покорны. Понимаешь? Они вот такие. Овцы. Они покорны все. Чушь собачья. А Зулейка тем временем уже прибилась к интеллигентам. Уже ей, понимаешь, вот это быдло, оно ей с ними не очень по пути. Потому, что она же там сказки какие-то литературным языком рассказывает. Уже русский овладел в полной, так сказать, мере. Вот. А чекист всех застраивает и ведет подсчет. Скотт по головам. 29. Странно, что не говорит 29. Рыл. Было бы более, так сказать, аутентично. Ну, а ему интеллигенты подсказывают. С вами 30 голов. Товарищ комендант. Ну, если мы как Скотт. Валико, почему было 9 баранов? А сейчас все. Послушай, 9 это с тобой. Двоих баранов с государственными не путай. Вот. Ну, и короче сообщает большевик, что до жилья отсюда 400 километров. Но если кто захочет сбежать, он пристрелит. Вот. Вот. Ты у себя в паровозе, где все под замком сидят, нифига организовать не мог. Кто там у тебя побеги готовит? Как вообще? А тут-то как ты узнаешь? Вот мне просто интересно. Как ты узнаешь, что они в побег собрались? Чушь какая-то. Очевидно, они придут и перед побегом доложат. Я замечу, что он там среди них даже Солженицына не нашел, который бы ему доносы там писал и сочинял. Ну, а вот они, если не доложили, и убежали. Вот он начал их считать, а не хватает 5 человек. И дальше что? Он побежит за ними в лес. А вот они ушли за три часа до того, как ты проснулся. И что ты там в лесу найдешь? Мне вот интересно. Что ты там? Следы какие-то найдешь? Ну, поздравляю. Да. Следопыт. Макар следопыт. И что? И кого ты там это пристрелишь? А тебе вот не приходит в башку, что если люди собрались в побег, то им очень сильно не помешает твой наган на револьвер. И харчи. Да. Сапоги у тебя хорошие. Там лучше, чем у них. Гимнастерка нормальная. Можно прикинуться НКВДшникам. Тебе не приходит в голову, что тебя ночью убьют. Стукнут камнем по голове. Зарежут ножом. Задушат палкой какой-нибудь. Положили на горло. С двух сторон на палку встали. И все. И что ты сделаешь? Ничего. Не приходит в башку? Нет? Вот эти вот угрозы. Пристрелю. Да я бы чисто это вот. Я бы просто отнял этот пистолет. Сиди и не выпендривайся. Будешь работать еще наравне со всеми. Я прослежу. А что не так? Я тебя застрелю. Я. Что за чушь? Револьвер, повторюсь, он крайне полезен в побеге. И у него бы его отняли. Я так думаю. Ну, а большевик сидит и правит списки. Опять у него там убыли, убыли, убыли. Ну, тут подходит интеллигент. Сбоку присел. А как вы знаете, кто утонул? За полгода я вас всех в лицо знаю. Тут такой полет мысли интеллигента. Понимаешь? Вот тут вот 29 рыл, а остальных можно вычеркнуть. Их не надо запоминать. Вот перед тобой 29 человек. Выпиши на бумажку, и там дальше это по алфавиту. Этих оставил, остальных зачеркнул. Ничего не понятно. Но даже это. Это за предельной сложности интеллектуальная задача для сценаристов. Ну, и эти балбесы строят какой-то шалаш. Это, повторюсь, все талантливые хозяйственники. Жители села, которые живут в рубленных домах. Которые фактически с детства топор из рук не выпускают. Крестьяне. И вот какой-то жуткий шалаш. Домик наш наш. Да-да-да. Бегающий вокруг уголовник, значит, кричит. А в шалаше? С бабами-то теплее будет. Как бы намекая уже на дружеский секс. Хотя, что он там полгода в теплушке делал, непонятно. Мужики с бабами ехали, да. Ну, шалаш надо переделать. Потому, что стоило шалаш пнуть, и он с первого пинка упал. То есть, это просто палки стоящие. Вот так вот. Просто палки. Ничего там в землю не заколочено. Ничего вообще. Вот он просто стоит у воды. Почему у воды? Ну, это вот действительно никуда не... Надо показать, какие они скот и идиоты. Ну, да. Мне вот видно из фильма, что они дебилы. Все дебилы. Если вы про персонажей. Они все дебилы, безрукие, абсолютно не умеющие ничего. Ну, а как же? Раньше же, как говорилось, что кулаки самые лучшие работники. Так точно. Самые лучшие специалисты. Так точно. На кулаке спит, потому что... Вот такой он работник. Палатку вигвам не может быть. Вот такой работник. Как говорил мне мой сельский друг, да ты спичку заточить не сможешь, чтобы в говно воткнуть. Это вот ваши кулаки. Ну, а тут это точнее, естественно, речь идет все время авторы. Они сами про себя все время. А я считаю, что было бы вот так. Ну, вот с точки зрения авторов вот так вот строят шалаш. Видимо, этим на съемочной площадке сказали – стройте шалаш. Ну, вот они и построили. Это как Зулейка, интеллигентка, попавшая в плен к крестьянам. Так и тут тоже в плен попали. Они ничего делать не умеют абсолютно. Вот у них шалаш такой получился. Сельские жители. Да. Прекрасный фильм. Замечательный просто. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова